Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Цикл лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема. Критерии каноничности в Древней Церкви. Сегодня мы рассмотрим очень важный вопрос. На основании чего был сформирован канон Священного Писания Нового Завета? То есть список тех книг, которые с точки зрения Древней Церкви адекватно излагали Божественное Откровение Господа Иисуса Христа. Это очень важный вопрос. Можно услышать такие иногда суждения. Да, конечно, канон – это результат жизни Древней Церкви. Но как-то рационализировать, как-то выделить критерии, по которым канон составлялся, невозможно. Одним захотелось так, другим захотелось по-другому. Но вот произошла некая взаимная притирка. Непонимание того, как происходило формирование канона Священного Писания Нового Завета в Древней Церкви приводит иногда к очень странным, если не сказать более резко неприемлемым действиям со стороны христиан некоторых западных деноминаций. Во время поездки в Сиэтл один из верующих Англиканской Церкви, с которым у меня становились такие теплые отношения, подарил мне расширенный состав книг Нового Завета. И с гордостью сказал, вы пользуетесь неполным составом канона, вот здесь дополненный. И когда я открыл, что же там такое, что дополнено, то кроме, собственно, книг канонических, увидел, что составители данного сборника включили туда некоторые апокрифы и даже некоторые книги, которые Древняя Церковь считала еретическими, но которые были открыты недавно, например, Евангелие от Иуды, гностическое произведение 3-4 веков. Поэтому, конечно же, составить вот такой расширенный в кавычках список книг Нового Завета можно только не понимая, как сформировался общераспространенный церковный канон Священного Писания Нового Завета. Если мы углубляемся в историю вопроса, мы обнаруживаем для себя, что христиане Древней Церкви прибегали к целому ряду четко выраженных критериев, которые позволяли либо включить произведение в канон, либо его отвергнуть. Рассмотрим эти критерии каноничности. Первый и самый главный критерий называется следующим образом. Правило веры по-гречески «оканон тис пистеос», иногда его называют «правило истины», «оканон тис алифиас» или «правило церкви», «оканон тис экклесиас». Этот критерий заключается в том, что содержание книги должно соответствовать той полноте истины, которая принята в церкви и сохраняется в церкви через предание. Помните, мы говорили с вами о том, что в конце первого, в начале второго века, а лучше, конечно, говорить о конце первого века, второй половине первого века, у верующих была возможность с одной стороны общаться непосредственно либо с апостолами, либо с их ближайшими учениками, а с другой стороны знакомиться с появляющимися посланиями и Евангелиями. Теми книгами, которые претендовали на то, что они тоже раскрывают учение Господа Иисуса Христа. И вот именно то, что ранние христиане знали устное предание, позволяло им в свете предания оценить ту или иную книгу. Как мы с вами видим, это был первый, самый ранний и самый важный критерий включения в канун. Продемонстрируем, как на основании этого критерия некоторые книги, претенденты на вхождение в канун, все-таки в канун включены не были. Во-первых, книги могли содержать историческую неточность. Например, в первой Евангелии Иакова рассказывается, как Иосиф Обручник, взяв жезл, вошел с этим жезлом во святая святых Иерусалимского храма для того, чтобы помолиться. После чего из жезла вылетел голубь и указал на пресвятую Деву Марию, как на ту отроковицу, которую должен взять Иосиф в качестве жены. Эта вот история иллюстрирует историческую неадекватность данного произведения, потому что Иосиф не был из рода Ааронова или рода Левина, и поэтому ему было запрещено заходить в храм Иерусалимский, а тем более во святая святых, куда во времена Иосифа только раз в год заходил первосвященник в день Йом-Кеппур. Поэтому, конечно же, эта история абсолютно немыслимая. Она выдуманная кем-то, может быть, из благочестивых побуждений, но она создает у читателя неправильное представление о той эпохе. Это, видимо, одна из причин, по которой первое Евангелие Иакова было отвергнуто как апокрифическое, подложное, неприемлемое, не содержащее в себе полноту откровений. На этом месте обычно студенты, бакалавриаты Духовной Академии возражают следующее. Они говорят, ну у нас есть в Православной Церкви двунадесятый праздник, введение Богородицы во храм, а, собственно, об этом празднике рассказывается в Первой Евангелии Иакова, об этом событии. Получается, что двунадесятый праздник черпает из апокрифического Евангелия какую-то информацию, и с точки зрения студентов это придает особый авторитет данному апокрифу. Однако студенты забывают о том, что возможен и иной вариант. Возможно, что не из Первой Евангелия Иакова в церковное предание вошел факт введения Богородицы в храмовый комплекс, и на основании этого факта память об этом событии впоследствии и был учрежден данный двунадесятый праздник. Возможно, такой вариант, что было некое общее устное предание церкви, ранней церкви, которое позаимствовал и данный апокриф, и которое легло в основу указанного двунадесятого праздника. Поэтому сам по себе факт наличия одной и той же информации в апокрифе и в церковном предании отнюдь не позволяет нам с каким-то снисхождением относиться к этому апокрифическому документу. Но был и другой момент. Это богословские ошибки, богословские несуразности, которые содержались в апокрифах, это послужило причиной их отвержения, потому что в этом случае, в этом аспекте апокрифы тоже не соответствовали правилу истины, правилу церкви. Пример. Евангелие детства, иначе называемое Евангелие от Фомы. В нем рассказывается, что Иисус в пятилетнем возрасте слепил в субботу из глины у ручья двенадцать воробьев, свидетелем чего были множество детей. А когда некий иудей пошел жаловаться его нареченному отцу Иосифу на нарушение субботы, потому что этот день был суббота, Иисус оживил фигурки, и они полетели. В этом же Евангелии детства есть рассказ о том, как прогневавшись на одного подростка, Иисус сначала его иссушил, а потом умертвил. В этих историях сразу два серьезных расхождения с традицией церкви. Во-первых, Христос никогда не творил чудес, не имеющих духовного смысла и не приносящих пользы окружающим, а во-вторых, до своего выхода на общественное служение в зрелом возрасте он не творил чудес вообще, так как они были всего лишь одним из аспектов его проповеднической деятельности. Вот как объясняет это святитель Иоанн Златоуст. Цитата. Если Христос, пришедший в мужеский возраст, так сделался и известен своими чудесами не только в Иудее, но и в Сирии и далее, притом совершил их в продолжении только трех лет, если, говорю, он в краткое время так прославился множеством чудес, что имя его стало всем известно, то тем более он не мог бы так долго оставаться в неизвестности, когда бы с первого возраста начал творить чудеса. Чудеса, совершенные отроком, возбудили бы еще более удивление, да и времени у него для чудес было бы в таком случае вдвое и втрое больше. Но в отрочестве он не творил никаких чудес, кроме только того, о чем повествует Лука, как он, будучи двенадцати лет, восседав среди учителей, слушал их и своими вопросами приводил их в удивление. Впрочем, не без причины, а намеренно не начинал он творить чудес с самого первого возраста. Иначе могли бы почесть его чудеса за призраки, если уже в совершенном возрасте еще многие за это его подозревали, тем более, когда он бы стал чудодействовать в юности. Кроме того, иудеи, снедаемые завистью, еще скорее и прежде надлежащего времени вознесли бы его на крест. И таким образом все дело нашего спасения не было бы принято верою. Конец цитаты. Эта цитата из величайшего экзегета древности святителя Анат Златоуста наглядно показывает, как богословский аспект мог повлиять на невхождение того или иного произведения в канон на основе первого критерия правила веры, правила церкви. Второй критерий апостольское происхождение книги. Этот критерий тоже очень важен, потому что после возникновения в 17-18 веках в западном мире скептического воззрения на священное писание и развития этого скепсиса в 19 веке, когда пытались выделять западные ученые разных авторов, редакторов не только в священном писании Ветхого Завета, но и в священном писании Нового Завета, некоторые богословы, не имея либо возможности, либо желания отстаивать церковную точку зрения, стали капитулировать и говорить не имеет никакого значения кто именно и сколько человек написали то или иное произведение. Пускай эти книжки принадлежат не Моисею, а написали его 5 авторов и 15 редакторов. Раз в этом виде оно принято церквью, значит так тому и быть. Пускай Евангелие написаны не Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, а использовались какие-то логии, какие-то источники квелли, какие-то редакторы работали, ничего страшного, пусть будет много авторов, условно написанных одним и тем же именем, это никак не противоречит вере церкви. На самом деле противоречит вере древней церкви. которая считала, что именно восхождение к апостолам либо их ближайшим ученикам является вторым надежным критерием для включения книги данного документа в канон Священного Писания Нового Завета. Это было связано с противодействием гностицизму. Гностики представляли собой религиозное движение, которое под видом христианской терминологии, а лучше сказать в христианских терминах, предлагало совсем не христианское по содержанию учение. Очень часто элементы этого учения заимствовались из восточных религий. Однако гностики по сути дела формировали свою параллельную церковь. У них тоже была иерархия. И христианам древности очень трудно было противостоять гностикам в силу того, что те желали подменить собой церковь. Поэтому уже у Тартулиана появляется мысль о том, что именно происхождение от апостолов того или иного документа является критерием его адекватности. Тартулиан так пишет об этом. Если Господь Иисус Христос послал апостолов проповедовать, нельзя признавать других проповедников, кроме назначенных Христом. Ибо Отца никто не знает кроме Сына и того, кому Сын открыл. Евангелие от Матфея 11 глава 27 стих. А Сын не открыл никому кроме апостолов и послал их на проповедь того именно, что Он им открыл. А то, что они проповедовали, не иначе, как через те церкви, которые сами апостол основали, когда проповедовали и живым словом, и впоследствии через Писание. Если это так, тогда ясно, что всякое учение, единодушное с этими апостольскими церквами, прародительницами, основательницами веры, нужно считать истинным. В нем, без сомнения, содержится то, что церкви получили от апостолов, апостол от Христа, а Христос от Бога. Все же прочие учения нужно считать ложью, ибо они противны истине церковной, апостольской, Христовой и Божьей. Стало быть, нам остается доказать, что это наше учение следует причислить к преданию апостольскому, а все прочие тем самым коренятся во лжи. Кроме Тартулиана данный принцип взял на вооружение и развил известный борец с гностицизмом святитель Ирине Леонский. Он эту идею восхождения к апостолам связал не только с произведениями, которые претендуют на вхождение в канун Нового Завета, но и связал с иерархией. Как раз после святителя Ирине Леонского стало понятным, как отличить христианскую церковную иерархию от иерархии ложной, от иерархии поддельной. Следует проследить цепочку преемства от того или иного епископа через рукополагавших его епископов к самим апостолам. Поэтому получается, что для древней церкви идея апостольского происхождения была важна не только в отношении авторства книг, претендующих на вхождение в священное писание Нового Завета, но важна была и для иерархического дистанцирования от лжецерковных, лжехристианских священнослужителей и иерархов. Интересно, что в самом первом церковном каноне списке книг священного писания Нового Завета он называется канон Мураторий и датируется примерно 170-м годом по Рождествию Христовым указаны некоторые псевдоэпиграфы, то есть те произведения, которые еретики приписывали апостолам, дабы придать этим произведениям больший вес, больший авторитет. В частности, канон Мураторий указывает на послание к лаодикийцам и послание к александрийцам цитата «оба ложно приписанные Павлу для распространения ереси Маркиона и еще несколько других, которые не могут быть приняты Вселенской Церковью». Конец цитаты. Интересно, что этот же канон Мураторий говорит о том, что очень известное, интересное, полезное произведение, которое ходило среди верующих церкви во втором веке, так называемый пастырь Эрма. Эрм – это автор данного произведения, не может быть принято в канон как раз потому, что Эрм не является ни апостолом, ни ближайшим из апостольских учеников. Цитата из канона Мураторий. Эрма написал пастыря очень недавно. В наши дни его нельзя читать людям публично в церкви ни среди пророков, ни среди апостолов, так как написан после их времени. Итак, написанный после времени апостолов даже хороший, важный и интересный документ не принимается в круг канона Нового Завета, одной из отличительных особенностей того, что это произведение входило в Новый Завет, было публичное чление в церквах. И вот пастырь Эрмы в церкви не читается. Интересно, что в том же каноне Мураторий апостольское происхождение понимается не как внешний отвлеченный атрибут. То есть это не то же, что поставить галочку. Да, написан апостолом поставили некую формальную отметку и принимаем в канон. Ничего подобного. Канон Мураторий воспринимает это как изложение истины теми, кто был свидетелями евангельских событий. Например, Иоанн Богослов, либо теми, кто непосредственно общался с апостолами. Павел взял с собой Луку, упоминается в каноне Мураторий. Получается, что критерий номер два апостольское происхождение вообще говоря был не менее важным, чем критерий номер один правило веры или правило церкви. Третий критерий повсеместное принятие книги по местными церквами. Этот критерий появляется несколько позже, где-то примерно в четвертом пятом веках он становится актуальным. К этому периоду, к четвертому веку происходит уже стабилизация списков канона, то есть тех списков, которые претендуют на то, чтобы выражать собой канон Нового Завета. И вот в этих списках имеется очень важное отличие между церквами на Востоке и церквами на Западе. Церкви на Востоке, как правило, принимают книгу послания к евреям, атрибутируемого апостолу Павлу, и не принимают либо с некоторой осторожностью относятся к книге откровения Иоанна Богослова. А церкви на Западе с точностью да наоборот, принимают откровения и либо отвергают, либо настороженно относятся к посланию к евреям. И вот благодаря тому, что был сформулирован этот третий критерий, в итоговый вариант признанного всеми канона Нового Завета вошло и послание к евреям, и откровение Иоанна Богослова. А поработал над формулировкой данного критерия известный учитель Западной Церкви Блаженный Августин Японский. Он формулирует данный критерий следующим образом. Цитата. Книги, принятые всей Вселенской Церквью, должны быть предпочитаемы непринятым некоторыми из церквей. Книги, принятые не всеми, но принятые многими и важнейшими церквами, должны быть предпочитаемы принятым немногими и при том не столь важными церквами. Пока что, как мы с вами видим, он перекликается с Тортулианом, который говорил о том, что надо ориентироваться на те церкви, которые были основаны апостолами, потому что в этих церквах и содержится изначальное христианское откровение. Далее Блаженный Августин продолжает. Но если бы нашлось, что одни из книг принимаются множайшими, а другими важнейшими церквами, хотя это нелегко может случиться, то такие книги, по моему мнению, должны почитать записания одинакового достоинства. И вот как раз этот вариант соответствовал ситуации между Востоком и Западом в вопросе принятия в канон послания к евреям и книги Откровения Иоанна Богослова. В итоге, благодаря авторитету Блаженного Августина, благодаря этой идее, что равнозначимые церкви должны не отвергать, а принимать то, что другая церковь рассматривает в качестве откровенного и канонического Писания и послужило причиной того, что в канон Священного Писания вошло и послание к евреям, и книга Откровения Иоанна Богослова. Но, конечно же, процесс формирования канона сам по себе был долгим, и он сам по себе тоже представляет немалый интерес. Стоит рассмотреть этапы, в течение которых формировался канон. Это и будет сделано в следующих лекциях. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok